Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Впервые кафедральный собор. Сочи в этом году встретил пасхальный благодатный огонь в новом качестве. В Сочи приступили к самому дорогому в этом году ремонту дороги. На 2 километра выделено 80 миллионов рублей. Переименовать село Альтмец в Нор-Луис. С такой просьбой к властям Сочи обратились представители армянской общины. Актеров Болливуда, викингов и гейш сплотил школьный праздник. Этнофестиваль в минувшие выходные разбудил жителей Макаренко. Самый светлый и важный для православных христиан праздник. В Краснодарском крае отметили Пасху. Из Иерусалима на Кубань доставили благодатный огонь, который потом отвезли во все храмы. Главная служба прошла в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. На божественную литургию вместе с супругой пришел губернатор региона. Прямиком со святой земли. Этот специальный рейс из Иерусалима на Кубани ждали миллионы человек. На борту благодатный огонь, который сошел в храме гроба Господня. В руках у священнослужителей зажженный пасхал. Пучок из 33 свечей. По числу лет земной жизни Иисуса Христа. Православные верующие с ликованием и праздничными возгласами встретили символ возрождения Христова. Благодатный огонь, это живое. Это то, что дал нам Господь сверху с небес. Когда в кулукле его берут, вы же видите по телевизору, что им даже умываются. Понятно, что потом уже дальше он становится более живым. Из живого переходит состояние какого-то физического. Но до сих пор вы можете видеть, что он не ждет. Он достаточно легко может брать руками. Из аэропорта священнослужители доставили зажженные от огня лампады в храмы по всему Краснодарскому краю. Как важно всем нам понять, что благодатный огонь – это свидетельство чуда воскресения Иисуса Христа. Чтобы, во-первых, мы не сомневались в этом чуде. Чтобы сделали это чудо основанием своей веры. И чтобы свет нашей веры согревал тех, кто живет рядом с нами. И освещал наш жизненный путь. Главная пасхальная служба прошла в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Вместе с жителями края самый важный православный праздник в храме встретил и губернатор региона. Венимин Кондратьев пришел вместе со своей супругой. Божественную литургию провел митрополит Екатеринодарский, Кубанский Исидор. Около полуночи весь собор озарился живым светом нескольких тысяч свечей, зажженных от благодатного огня. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, символизирует шествие церкви навстречу воскресшему Христу. Для меня этот праздник – это самый светлый праздник. Это возрождение, это жизнь. Мне кажется, это самое светлое, что есть у нас. Мы очень рады, хотим всех, чтобы все люди были радостны в этот день. Это самый такой, мы каждый год приходим сюда. Самые светлые, самые радостные чувства, самый хороший, самый добрый, самый светлый праздник. Традиционно православные верующие приносили в храм куличи, чтобы осветить их и забрать с собой частичку самого светлого для христиан праздника. Кулич, рулетик, яички, вот такие имбирные печеньки мама пекла. И водичка святая. И водичка святая. И малыша мы привели. Первый раз, наш первый выход. Торжественные богослужения прошли по всей Кубани более чем в 500 храмах. Пасхальное воскресенье – это только начало торжеств. Они будут длиться целую неделю. Александр Иванченко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Благодатный огонь встречали и в Сочи. Спустя несколько часов после его сошедшего прямым рейсом из Иерусалима огонь в специальных лампадах был доставлен в ВИП-зал Международного аэропорта Сочи. Там его встречали представители сочинского духовенства и городских властей. Для православных это не просто пламя, а символ веры. Первого времени, когда он соходит на землю, он не обжигает. И для этого как раз-таки тысяча людей ежегодно собираются, чтобы убедиться всякий раз в этом чуде. Для Сочи это исторический день. Впервые благодатный огонь прибыл в сочинскую епархию. Она была образована в начале этого года. После благословения епископа огонь был роздан во все городские храмы. И к другим новостям. Реализация нацпроектов и стратегии развития Кубани потребует роста экономики. Сегодня в Краевой администрации подвели итоги финансового года за первый квартал. Совещание в режиме видеосвязи со всеми районами края провел губернатор Вениамин Кондратьев. Собственные доходы региона в текущем году должны составить не менее 280 миллиардов рублей. На сегодняшний день поступления в бюджет превышают запланированные показатели. В казну уже мобилизовано свыше 60 миллиардов рублей. Здесь надо нам не просто констатировать факты, но и уже показать, что мы должны сделать. Потому что те темпы, которые мы перед собой ставим, те задачи, которые мы перед собой ставим, безусловно, программы, которые сегодня уже есть, они должны быть наполнены деньгами. Наполнены деньгами для того, чтобы они были реализованными. Потому что люди верят в эти программы, которые на уровне края утверждены, на уровне муниципалитетов утверждены. Но эти программы, это просто будут бумажки, если не будет финансового наполнения этих программ. Мы должны сегодня каждый себе давать отчет о том, что все, что мы пообещали людям, мы должны сделать. Чтобы наполнять краевые и районные программы деньгами, необходимо искать новые резервы пополнения бюджета. Например, повышать эффективность управления региональным и муниципальным имуществом. В Сочи приступили к самому дорогостоящему в этом году ремонту дороги. Расположена она в селе Пластунка на улице Леселидзе. На капремонт двух километров дорожного полотна выделен на 80 миллионов рублей. Длинный путь этой дороги к нынешнему ремонту начался более сотни лет назад. Появилась она вместе с самим селом, а основана Пластунка в 1870 году. Были времена, когда эту дорогу, ведущую к местному кладбищу, вообще обходили стороной, вспоминают старожилы. Помимо бездорожья мешали и постоянные оползни. За 150 лет первая капитальная дорога, которая коснется тех людей. Народ здесь очень много живет, только местных жителей где-то около 400. И еще полтора тысячи дачи просто отсюда не видно. Они в лесу, бывшие колхозные поля, огороды, все заняты ими, этими дачами сегодня. И это очень благое дело. Так что большое спасибо Анатолию Николаевичу. Грунтовую дорогу периодически посыпали щебнем, но в целом картина здесь однообразная. Пыль, грязь и идущие пешком местные жители. До конечной остановки 114 маршрута почти километр. Но путь жителей этой части улицы Леселидзе удлинился после недавнего зимнего паводка. Из-за обильных дождей здесь смыло деревянный мост, связывающий нижнюю пластунку с верхней. А там была еще одна дорога, по которой можно было попасть в город. Сегодня местные жители увидели свет в конце тоннеля. Люди не верили, а теперь, конечно, поверят, что действительно и ТОС работает, и сельсоветы, и депутаты рады, конечно, теперь. Еще если мост там сделают, тот на ремонт сказали, старый наш, вообще будем в шоколаде. Люди уже могут и доехать на кладбище могут, потому что пешком старые люди, пожилые, тяжело дойти. Я тоже в этом году не пошла, вот сейчас, потому что мне тяжело идти. Сельскому кладбищу более 70 лет. По минуту родных и близких сюда приезжают сочинцы из всех районов. Поэтому работы стали подарком для города в целом. Старт же ремонта на Леселидзе, кстати, самому дорогому в этом году, сегодня дал мэр города. Ремонтом этой дороги Сочи дал старт реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Только в нынешнем году в городе отремонтируют 64 участка. На это выделены 835 миллионов рублей. Наконец-то это случилось, потому что до этого по тем программам, в которых мы принимали участие, это финансирование с дорожного фонда, оно не позволяло делать реконструкцию дороги. А вот национальный проект, он это позволяет. И теперь здесь будет хорошее полотно дорожное, естественно, водоотведение, лотки. То есть, естественно, тротуары будут сделаны, освещение. Мы решаем достаточно серьезную задачу уже в этом году. До 15 октября эта дорога будет сделана. И это будет серьезный подарок жителям города. 840 миллионов на ремонт муниципальных дорог зашло в этом году в город Сочи. И так будет в ближайшие 4 года. То есть работа непочатый край. По указанию главы города создан общественный совет, который курирует строительство этой дороги по качеству, по технологии и так далее, чтобы этого хватило на долгие-долгие годы. С завершением ремонта сюрпризы для селян не закончатся. Со временем в эту часть нижней пластунки начнет ходить и общественный транспорт. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Летом общественный транспорт будет ходить чаще. Администрация Сочи просит местных жителей в активный курортный сезон пользоваться городскими автобусами. Для того, чтобы гости курорта, которые приезжают на личном транспорте, могли припарковаться возле гостиницы и ресторанов. Парковка – это главная боль для любого водителя. Всем их не хватает. Те же, кто едет на курорт, конечно, вправе рассчитывать на то, что машину будет где оставить. В Адлере, Хосте и Центре доступны 3632 машиноместа. Но уже сейчас, когда активный курортный сезон еще не начался, все парковочные места у гостиниц и ресторанов заняты. И зачастую самими же работниками отелей, магазинов и кафе. Но есть в Сочи руководители, которые в первую очередь думают о своих клиентах. Сотрудники в основном живут в городе, так как они могут спокойно доехать на общественном транспорте. Конечно, в приоритете это наша парковка для гостей. А вот на улице Островского другая ситуация. Припарковаться тут можно лишь рано утром. А предприниматели торговой галереи жалуются на низкие продажи. Та ситуация, которая есть, вот на примере Островского, когда 90% машин – это машины сотрудников, то есть тех людей, которые работают в торговой галерее, конечно, это никуда не годится. Потому что отсюда здесь нужно понимать и нашим предпринимателям, что, в принципе, это как-то и отталкивает в том числе их гостей, их клиентов. Летом на наиболее востребованные туристами маршруты добавят автобусы, пообещал руководитель транспортного департамента. Так что проблем с дорогой на работу быть не должно. Крупным предприятиям власти курорта советуют подвозить сотрудников специальным автобусом. Это и рабочим выгодно, и для гостей удобно. Тогда и будут свободные машины места. Ну а тем, кто не мыслит поездки в качестве пассажира, советуют оставлять машины на платных или общественных парковках, но не на гостевых. Следить за этим в интересах самих владельцев заведений. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 30 апреля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем 20-22 градусов выше нуля. Повышение пенсии ветеранам, амнистия капиталов, поблажки для застройщиков и другие новшества. Все они вступят в силу 1 мая. С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной. Суммы вырастут на 15-20%. Прибавка коснется только тех, кто служил в рядах действующей армии или других силовых структур, а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью за оборону Ленинграда и тех, кто стал инвалидом в детстве из-за ранений, сообщает портал «Известия». Кроме того, с 1 мая пенсионный фонд и соцзащита проведут перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям, которые получают неработающие пенсионеры. Это сделано для того, чтобы выплаты оказались не ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Увеличение будет происходить автоматически, обращаться с заявлениями не нужно. Людям с инвалидностью, нуждающимся в паллиативной помощи, с начала мая должны будут быстрее предоставлять технические средства реабилитации, в том числе противопролежневые матрасы или подушки, в течение 7, а не 30 дней, как это было раньше. В начале мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета. Исключение будет сделано для компаний, готовность к домову которых составляет не менее 30%. По долевым договорам в этом случае должно быть продано менее десятой части от общего количества помещений. Напомню, что с 1 июля застройщики должны будут перейти на использование специальных счетов. Деньги покупателей будут храниться там вплоть до сдачи объекта. Компании не смогут тратить их при возведении домов. Вместо этого предполагается использование банковских кредитов. В середине месяца, с 15 мая, налогоплательщики, речь идет о юридических лицах, которые состоят на учете в нескольких налоговых на территории одного региона, смогут подавать всю отчетность в одну по своему выбору. А вот владельцам весельных лодок с моторами мощностью до 5 лошадиных сил нужно быть внимательнее, утратившим силу. Признан пункт налогового кодекса, по которому за такие лодки не надо было платить транспортный налог. То есть теперь, по сути, платить нужно. Переименовать село Альтмец в Нор-Луис. С такой просьбой к властям города обратились представители армянской общины Сочи. Глава города встретился с активистами общины после Дня памяти жертв геноцида этого народа. Правда, говорили не только о прошлом, сколько о настоящем и будущем времени. Так, например, обсудили, как в горных селах обстоят дела с дорогами. Их в городе планируют привести в порядок в соответствии с национальной программой. Говорили также о строительстве новых и ремонте существующих сельских клубов. Кроме того, в преддверии летнего сезона договорились о том, что власти, правоохранители и представители национальных общин будут вместе следить за соблюдением порядка на курорте. Мы представляем сегодня около 150 тысяч армянское население города Сочи. Со всеми общественными организациями у нас имеются контакты. Постоянно мы созваниваемся. И когда мы проводим мероприятия общественные, мы обязательно приглашаем представителей других общественных организаций, других национальностей. В Сочи мы все давно определили, что в Сочи мы все сочинцы. Но у каждого сочинца есть своя история, своя культура, и о ней забывать нельзя. И у нас есть фестиваль народов города Сочи, в которых принимает участие все общины. То есть они показывают свою культуру, они показывают свою кухню, они показывают свою историю. И очень этим гордятся. По словам Анатолия Пахомова, в ближайшее время он намерен провести подобные встречи и с членами других национальных общин курорта. В Сочи от взрыва погиб мужчина. ЧП случилось накануне. На автомойке рядом со старым аэропортом был обнаружен труп 31-летнего мужчины с травмами рук и живота. Причиной смерти сторожа стал взрыв неизвестного вещества, которое мужчина варил на плите в подсобке, сообщает Живая Кубань. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И к другим новостям. И на море, и на суше. В Сочи спасатели завершили сборы по десантной подготовке. В первый день тренировка проходила на скалодроме. Потом работали с борта вертолета. Спускались с высоты 10 и 30 метров. С каждым днем задачи спасатели усложнялись. Сначала они десантировались на маленькую площадку на вертолетном поле, затем перешли к спускам вдоль русла реки и подъему пострадавшего в носилках с помощью лебедки. Для многих молодых сотрудников это был первый опыт десантирования с вертолета. Тренировки проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. В сборах участвовали 140 спасателей южного отряда МЧС и его филиалов. Все показали отличные результаты. А еще один отряд бойцов высадился в 10-й школе. Правда, бойцы миниатюрные и спрятаны за стеклом. Армия на ладошке. Так называется проект, который ежегодно открывается в школе ко Дню Победы. Только в этом году он ознаменовался рекордом. На стендах более 500 уникальных фигурок из разных исторических эпох. Петровская армия, солдаты Первой мировой и Великой Отечественной. Среди экспонатов – самолеты, разные виды танков и кораблей. Все это – частная коллекция директора школы. Владимир Давыдов годами собирал эту экспозицию. Каждый год показывал то, что удалось найти ученикам. В этом году выяснилось, найти получилось рекордно много. Директору торжественно вручили диплом «Рекорды России». Это самая большая частная тематическая коллекция солдатиков – 523 штуки. Выставка военно-исторической миниатюры – это часть учебного плана. Так, в казачьей школе детям помогают учить историю своей страны. В этом году я выставил исторических деятелей, таких как Жуков, таких как Кутузов, таких как Сталин, Шапошников. То есть я хочу, чтобы дети действительно понимали, что надо мыслить не только обыденно, а обязательно креативно, творчески. Потому что без этого, мне кажется, нет духовной жизни. Экспозиция «Армия на ладошке» открыта для всех желающих. Сейчас ею любуются школьники. Остальных приглашают 2 и 3 мая. Приходить можно семьями. Главное – взять с собой паспорт. Актеров Болливуда, викингов и гейш сплотил школьный праздник. В минувшие выходные во дворе 15-й гимназии собрались все народы мира. Они представили свою культуру, национальные блюда и музыку. Как звучит Сурне, Пандуре и Доле теперь хорошо знают жители домов, расположенных рядом с 15-й гимназией. Звуки национальных инструментов раздавались со всех уголков школьного двора субботним утром. А у главного входа отгремел концерт с участием всех народов мира. Сирийцы, корейцы, японцы, норвежцы, немцы и другие три часа подряд пели и плясали. Самый зрелищный номер представила индийская фабрика «Грёз» Болливуд. Танцы продолжались и у столов, которые просто ломились от изобилия блюд и напитков. Пир на весь мир устроили родители школьников, они же позаботились о костюмах. А сами ученики выучили рецепты национальных блюд и теперь знают не только культуру народности и их языки, но и интересные факты. Например, что в Пакистане самовар – это национальная посуда. Фестиваль нацкультур проводится четвёртый год. Масштабы растут, меняются направления. В прошлом году были представлены национальности, которые проживают в Сочи. Их более ста. На этот раз решили познакомиться с соседями. Мы стали знакомиться с национальностями, с национальной кухней и традициями не только тех соседей, которые граничат с Россией или национальностей, которые живут в городе Сочи, но и всё, что находится на планете Земля. Почему? Потому что этот мир будет в руках у наших детей, у наших учеников. И мы понимаем, что этот мир очень хрупкий. Мы хотим, чтобы они сохранили понимание, что мы все очень разные. Но мы очень нужны друг другу. Школьный двор 15-й гимназии в этом году смог собрать жителей более 50 стран. Выучить их традиции и культуру в рамках одного урока невозможно. Так, этнофестиваль стал частью образовательного процесса, в котором запланировано ещё много интересного. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. Константин Хабенский возглавит жюри основного конкурса кинотавра в Сочи. Об этом сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в Москве. Фестиваль пройдёт в Сочи в 30-й раз с 9 по 16 июня. Основной площадкой показов традиционно станет Зимний театр. Также в жюри войдут композитор Алексей Айги, киновет Анжелика Артюх, режиссёр Резоги Генейшвили, сценарист и режиссёр Наталья Мещанинова, оператор Алишер Хамид Хаджаев, актриса Анна Чаповская. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу «Кино на площади», так и ряд проектов и мероприятий, посвящённых юбилею фестиваля. В этом году кинотавр впервые проведёт и форум киношкол. Награда за поддержку здорового образа жизни. В Сочи вручили ежегодную премию «Спорт и Россия». Уже шестой год подряд фонд «Социальные проекты» поощряет лучшие компании страны за вклад в развитие спорта. Кто в этом году получил заветные статуэтки и за какие проекты, расскажет Ольга Десятого. Олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков теперь не только спортсмен, но и организатор соревнований. С секретами спортивного маркетинга он делится с участниками Всероссийского форума «Спорт и Россия». В Сочи он проходит в шестой раз. Основные темы этого года – развитие партнёрства в области спорта и повышение рентабельности спортивных мероприятий. «Спорт и Россия» – это не только форум, но и национальная премия. Её вручают лучшим компаниям, для которых спорт уже давно стал частью. Корпоративной культуры. Заветную статуэтку второй год подряд получает компания «Би-Кью» за лучший маркетинговый проект в области спорта. Ведущий российский производитель современных смартфонов сотрудничает с футбольным клубом «Спартак Москва». В рамках нашего сотрудничества с футбольным клубом «Спартак Москва» мы не только представили первый в России смартфон для болельщиков, но и также реализовали очень много интересных проектов для них. Например, соревнования по сдаче нормативов ГТО, угадай счёт, розыгрыш поездок на матчи Лиги Европы. Премии отметили и букмекерские компании. Среди лауреатов – Бинго Бум, крупнейший участник букмекерского рынка России. В конце 2018 года мы презентовали новую стратегию развития нашей букмекерской компании. И наши букмекерские клубы прошли ребрендинг и редизайн. Мы продолжаем и постоянно улучшаем уровень сервиса и комфорта. Мы очень рады, что наша работа была замечена и достойно оценена компетентным жюри. Премия «Спорта Россия» теперь в копилке достижений и букмекерской компании «Леон». Высокую награду компания получает второй год подряд в номинации «Лучший онлайн-букмекер». В лице компании «Бэкалион» хочу поблагодарить данное мероприятие за прекрасную номинацию. Мы второй год подряд стали лучший онлайн-букмекер. Огромное спасибо нашим пользователям, фанатам и всем, кто к этому причастен. Мы будем продолжать в этом же духе и в следующем году удивим вас ещё больше. Очередная статуэтка премии «Спорта Россия» дополнит коллекцию наград компании «Прулинк». Оператора связи отметили и за личный вклад в развитие киберспорта, как одного из перспективных направлений цифрового маркетинга. Это сейчас самое быстрорастущее спортивное направление, как по числу игроков, так и по числу болельщиков. Поддержка киберспорта, кибербезопасность и многое другое в этом телекоммуникационном поле – это приоритетное направление развития оператора связи «Прулинк». Одна из статуэток премии «Спорта России» останется в Сочи. Её получил гостиничный комплекс «Эмеретинский» – официальный отель Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. В нашем комплексе всё создано для спорта. У нас огромная территория, масса спортивных площадок, бассейны, близость Олимпийской набережной. Поэтому нас очень часто выбирают спортсмены очень различных категорий. Спортивные массовые мероприятия – это наш конёк, наши возможности. И, конечно, мы считаем, что эта премия заслуженная, и мы достойны её. В рамках премии «Спорт и Россия» наградили 50 ведущих компаний, а также средства массовой информации, которые вносят свой вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. Лауреатов отметили в 10 категориях. Выбрали лучшие проекты в различных видах спорта, самые качественные спортивные товары и услуги. Назвали самые заметные социальные, спонсорские и инвестиционные спортивные проекты. Каждый год форум «Спорт и Россия» собирает всё больше участников, говорят организаторы. В следующий раз лидеры в области продвижения спорта соберутся уже на седьмой национальной премии «Спорт и Россия». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично её основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.